Добрый вечер, дорогие зрители, здравствуйте, гости в студии. И сегодня в эфире «Хлеба зрелищ» мы поговорим о очень такой злободневной теме, я бы сказал, даже трепещущей злободневной теме. Мы поговорим о кибербезопасности. Я понимаю, что для большого количества наших зрителей это темный лес, это инкогнито, то есть вообще неизведанная область, но поверьте, что в нашем современном информационном мире это вопрос номер один. Это защита личных данных, это защита сетей, защита доступа к информации и прочему, 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 прочему. И посему просим вас ответить на вопрос, волнует ли вас защита ваших персональных данных. Да, по телефону вы набираете 706-32-60, нет, 706-32-61, и вас вообще не волнует этот вопрос 706-32-62. Так, с чего бы начать? Ну, во-первых, может быть, вы не в курсе, но я повторюсь, мы живем уже последние лет 10 в абсолютно другом пространстве. Мы живем в информационном мире. Забудьте все, что с вами происходило до того как. И очень многие вопросы, которые раньше были болезненными, тяжелыми или актуальными, сейчас вообще отпадают сами собой. Сейчас для войны не нужно воевать, не нужно стрелять. Для того, чтобы стать прекрасным человеком, которого все обожают, не нужно быть этим человеком. Из вас делают образ этого человека. Для того, чтобы уничтожить человека, его не нужно стрелять или закрывать. Его можно уничтожить информационно. И вот все это называется наш прекрасный новый информационный мир. С кого бы начать? Сереж, наверное, с тебя. Как самого крупного специалиста. А как ты считаешь, мы живем в безопасном мире? Нет, конечно. Ну, безопасного мира в принципе не бывает. Начиная с тех времен, когда наши... Как обезьяна взяла в руки палку. Ну, и там мамонты еще где-то пробегали. Уже была какая-то опасность. Сейчас у нас другие опасности. Мы их точно так же не осознаем, как и раньше. Поэтому, конечно же, есть масса возможностей использовать эти опасности к любой пользе. Будь то военной, финансовой или какой-то еще, знаем мы про мошенников и так далее. У нас, к сожалению, из-за большой скорости развития вот этого информационного мира, большой скорости проникновения вот всех наших новых технологий. И плюс, ну, я не знаю, наверное, некоторых поколенческих особенностей нового поколения. Миллениалов и более поздних. У нас достаточно сильно отстало ощущение опасности от ощущения полезности. Мало кто представляет себе, насколько действительно опасно. Даже не то, чтобы насколько действительно опасно может быть то или иное дело. Но при этом надо признать, мы последние несколько десятилетий жили в безопасной мере. И вот это новое поколение, оно не знает, какие опасности вообще возможны. С этим связаны и вот это вот пренебрежительное отношение. Это кому мы нужны, значит, ну, к примеру, да, под таким лозунгом, чтобы наши данные как-то использовались. А с этим же связаны менеджерский вот такой подход. Ну, вот если посмотришь на большинство современных, скажем так, компьютерных продуктов или там информационных сервисов, то в целом большинство разработчиков думает, не, ну, такого же не будет никогда. Ну, зачем на это закладываться? И появляются, к примеру, там, такие симулякры типа вот наших государственных сервисов, когда мы вдобавок еще и считаем, что если вот что-то в смартфоне, то это уже здорово. Поэтому... А ты считаешь, что это плохо? Знаешь, есть один показатель, который, по которому я понимаю. Вот это как бы симуляк, как я сказал. То есть мы оцифровываем хаос или мы действительно занимаемся чем-то полезным. Это справка о несудимости. На протяжении последних шести лет нам рассказывают, что получить в онлайне справку о несудимости, никуда не выходя, это здорово. Значит, еще раз, получить гражданину справку от одного госоргана, которая нужна только другому госоргану, это как бы здорово. Вопрос, зачем гражданину? Вопрос, зачем в этом процессе ты? Безусловно. Как прележуточное звено. Безусловно. И вот это такой показатель, значит, мы что-то полезное делаем, или мы оцифровываем хаос, или мы выпускаем цифровую копию, например, справки в ДИИ об исфорении инфекционного кода, который при этом имеется в двух других документах в той же самой ДИИ, и который все равно невозможно использовать для визитов к нотариусу. Слушай, наши журналисты делали сюжет про это, я не знаю, мы можем включить сюжет наш про ДИИ и сервисы? Пользователями цифровых услуг стали 14 миллионов украинцев. И чтобы увеличить процент пользователей среди пенсионеров, во власти запускают новую программу поддержки. Каждому вакцинированному гражданину старше 60 лет бесплатно предоставляют смартфон и льготный тариф на интернет. То, что уже доступно украинцам, это изменение места регистрации онлайн. Теперь не нужно для этого посещать государственные органы. Весь процесс будет проходить в ДИИ. Для завершения процедуры нужно получить подтверждение от собственника жилья, тоже в режиме онлайн. Кроме этого, в приложении есть долгожданное новшество для водителей. Мы запускаем новую послугу належных пользователей. Это когда мы можем подширить технический паспорт через QR-код. Очень просто в несколько кликов другой человек и передать свой технический паспорт. Теперь возникает вопрос, будут ли все эти цифровые данные в безопасности. Ведь в прошлом месяце надея была кибератака. Утечки данных, как уверяли в СБУ, не произошло. Однако самому порталу был причинен репутационный ущерб. В то же время эксперты отмечают, что информация граждан не была в полной безопасности и до начала цифровизации данных. Те реестри, которые существуют сегодня в Украине, где-то 6 лет, где-то 11 лет, и раньше был до них беспроблемный доступ. Когда раньше его можно было на книжковом рынке в Киеве купить на дисках за соответствующую сумму денег. Потом это перейшло в интернет. То есть мы никогда не имели реальной защищенности данных. Тем не менее, в Минцифры планируют запустить новую услугу ЕЗАХЭСТ. Она будет доступна в приложении ДИЯ. Там каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности и в каких реестрах есть информация о нем. Следующим шагом станет запуск сервиса, где каждому украинцу будет поступать сообщение, когда чиновник проверяет его данные в реестре. Это мне напоминает стишок из моего детства. Подошел сынок к отцу и спросил о Крохе. Папа, это хорошо? Что такое хорошо, а что такое плохо? С твоей точки зрения, ДИЯ, это хорошо? Вообще, у меня это странное ощущение. То есть, когда Тим Кук на презентации рассказывает про то, что они смогут добавить цифровые драйвер-лайсенсы, водительские удостоверения в wallet в айфоне, чувствуешь какую-то гордость. Типа, у нас такой уже год. Но, с другой стороны, когда понимаешь, что вот это надо как-то предъявить, там же есть и случаи, когда ты их предъявляешь. Когда у тебя есть интернет и у патрульного есть интернет. Когда у тебя есть интернет, у патрульного его нет. Нет, у вас у обоих нет интернета. И знаешь, чем все заканчивается, последний вариант? Он просто звонит на пост и проверяет по фамилии, что у тебя есть права. Вопрос, зачем что-то предъявлять, если он все равно может сразу проверить в баде. Но я бы, на самом деле, вместо этой шикарной услуги про ЕЗАХист, или как оно там будет называться, я бы предпочел услышать объяснение, а что такое было 14 января этого года. Давайте включим Петра Обухова, который должен был быть в студии. Но, к сожалению, он в командировке в Киеве. Петь, привет. Привет. Ты сторонник такого приложения, как Ди, и понимаешь ли ты его плюсы и минусы? Да, я сторонник. Единственное, что я понимаю, что сейчас это первая версия, в которой мало функций. И вот то, что там начинает появляться... Ну да, справка о несудивности, конечно, смешно, что ее нужно требовать. Но пока мы ее полностью не отказались, то хорошо, что теперь... Ты немножко пропадаешь, чуть ближе к микрофону. Да, хорошо, что это люди, а не нужно куда-то идти. И я бы вообще абсолютно все, кроме некоторых критических административных функций, все бы свел в одну единую точку электронную. И это правильно. Единственное, что я против, это выборы, вот эти опросы. Это очень плохая идея. Смотри, у меня есть свое мнение, как у человека, который много лет занимался разработкой софта и приложений. Было в моей жизни такое тоже. Мне кажется, что проблемы в Ди, они носят не программно-кодовый характер, они носят логический характер на уровне постановки задачи. То есть вот я бы проектировал абсолютно иначе. Саму логику процесса, логику доступа к функциям и реализацию этих функций. Не, ну я согласен, что оно не придумано, неудобно в некоторых вещах. Но это легко исправить. Я понимаю, что там 99% работы, это то, что внутри, то, что мы не видим. Вот эта связь всех реев. Допустим, вот я справка о несудимости, она меня спрашивает, как тебя зовут и какой у меня депутат. День рождения. Блин, ну вы знаете мой день рождения и так. Зачем спрашивать? А зачем нужна эта справка о несудимости? Вот я не понимаю логику. Я понимаю, что мы должны, ну вот все, что мы делаем с государством в любом случае, ну хорошо, справка о несудимости это глупость. А подача налоговой декларации ФОПами, ну это же классно. То есть не нужно идти... Наверное. И все наше общение с государством, оно в любом случае уже электронное. Но либо мы приходим и где-то отстаиваем очередь, и там такая тетечка за компьютером это вносит, либо мы можем это делать сами где угодно. И это следующий этап развития государства. Ну это правильно, а то, что оно там не очень продумано в плане юзабилити, это исправить им несложно. Я говорю даже не про юзабильность, а про логику обращения к услугам и предоставления услуг. Да. Ладно, мог с ним... Хорошо, Петь, я хочу немножко в другое русло перевести разговор. Тут перед твоим включением господин Петренко задал резонный вопрос, а что это было 14-го числа? Ты о чем вообще? Второй Новый год. Ну да, в честь этого у нас легли сайты Кабмина, Дия и все прочее, а через неделю появились какие-то интересные данные на, так сказать, в Даркнете, да, для скачивания. И это, там есть данные реальных людей, то есть это проверено, не факт, что в этот раз унесено здесь. Насколько я слышал, нас все убеждают, что на самом деле никакие данные на серверах не хранятся, что идет транзакция обращения к удаленным серверам и ничего этого не будет. Это в случае с приложением. А вот если ты зашел, то есть определенная часть данных, которая все равно хранится в Дии, на сервере Дии. Но, опять-таки, я предпочел бы услышать... Я не могу спрашивать, ты туда у Пети спроси, поможем Петю снова показать? Ну ладно, почему же Петя-то будет за это все отвечать? Слушай, ну кто тут... Славский здесь с нами, нам перед Славским неудобно. А Петя, он далеко, он в телевизоре. Я не знаю, что это было. Насчет того, что там выложили где-то какие-то чьи-то данные, ну так их и до этого выкладывали. Есть куча из реестров и банков, и новой почты, и чего угодно. Среди? Я не знаю, что это было. И в принципе, ну я вот как раз к тем, кто особо не переживал бы за это. А то, что кто-то узнает, как меня зовут, ну ладно. Хорошо. С твоей точки зрения, как профессионала в этой области, утечка каких данных критична? Ну вот, например, я абсолютно добросовестный гражданин, я не совершаю преступлений. Мне совершенно не страшно того, что кто-то узнает, как меня зовут, когда я родился, где я живу и где я работаю. Ну хорошо, узнаете дальше что. Я напомнил историю. В 2008 году в президенты Америки баллотировался Джон Маккейн, а его вице-президентом губернатор Аляски Сара Пейлин. И вот у Сары Пейлин взломали ее e-mail. Значит, у нее был e-mail на Yahoo, и там были, если ты не помнишь пароль, можно восстановить его, отвечая на вопросы. И был вопрос такой, в каком городе вы познакомились со своим мужем? И вот эти хакеры, они прочитали ответ на вопрос в Википедии, в ее странице. В принципе, вот какие-то такие вещи можно найти там про тебя. Допустим, если взять, если, например, мы говорим, что электронный паспорт имеет такую же силу, как бумажный. Если, допустим, кто-то каким-то образом сможет получить доступ к ДИИ под твоим именем, то чисто теоретически он мог бы взять с твоим паспортом кредитбанки. Это уже серьезно. Хорошо. Если позволишь, мы пока временно ставим себя в покое и поговорим с другим представителем государственных служб, господином Славским. Спасибо, Петя. Саш, слушай, а для тебя превращение нас в диджитальное или цифровое государство – это хорошо или плохо? Для меня это прекрасно. Я колись был маленьким починающим юристом и занимался тем, что регулировал ТОВКИ, стоячи десь там в чергу с третьего ранку. И мне кажется, что это такая дурость. И цифровизация всех этих послуг – это прекрасно. Для примера, если бы мы могли нормально цифровать все операции с государственным майном, а это сложнее, чем просто набор интерфейсов, это нужно нормальную инвентаризацию, это 42 тысячи объектов в Одесской области. То кількість, там, швидкість видання в аренду, приняття рішень щодо приватизации, приватизации, короче, швидкість взагалі дій з цим держмайном была бы кращою. Те, що для меня критично, я відповідаючи на питання, яке виставили Петруль, для меня критично, скорейше, не розкриття цих даних, а маніпуляція з цими данными. Буде погано, якщо, там, внаслідок розкриття всіх цих даних, умовно, хтось зможе завтра взяти всі ці 42 тысячи об'єктів державного майна, переписати, там, в один, два, три кліки на когось. Оце буде погано. Те, що громадяни дізнаються про те, де знаходиться це державне майно, до прикладу, це ж прекрасно взагалі. Я думаю, що це мусить бути в нормальному світі. З цих цифрових рішень фонд держмайна зробив одне, прямо, прекрасне рішення. Вони зробили електронну оцінку. Ви можете, продаючи або купуючи квартиру, або нерухомість взагалі, окрім земельних ділянок, ви можете замовити безкоштовну висновок про оцінку. Якщо вам це не подобається, ви погодите. Воно є десь з вересня, жовтня минулого року. Для мене відкривання, тому що я не так давно оцінював квартиру свого товаришу, він живе за границей, він попросив переоформитися. І це, мабуть, дійсно чертовською вдома. Тому що я поки знайшов оцінщика, поки договорився, поки поїхав. Ви можете це зробити зараз в 15 хвилин. Там є свої труднощі, пов'язані з тим, що система автоматично формує ціну, а їй треба набити певний досвід для того, щоб вона це робила адекватно. Але тим не менше, якщо вас не задовільняє ціна оцінки, ви можете так само піти до оцінщика, який зробить вам це на тих самих умовах, що раніше. На мій погляд, усі ці сервіси – це прям прекрасно. Чим більше електронних сервісів, тим менше витрат на те, аби зробити будь-яку маніпуляцію. Слава Богу, зараз вже можна заареєструвати і припинити ФОП онлайн. І це ж чудово. То змінити види діяльності, сплатити податки, відзвітувати про податки. Купа всього зроблення. Це не лише дія, це останні 10 років, 15. Саш, касаємо той должності, якою ти займаєшся, можу я, обратившись куди-то, в якусь із ваших структур, подати заявку на якою-то госмайно, що я хочу прийняти участь в аукціоні, я можу посадять список підлажень? Більш того, зараз прийняти участь в аукціоні можна лише не через державні сервіси. 46 майданчиків, обираєш собі будь-які, десь тобі каву запропонують, десь консультацію, десь якась в Одесі, якась в Києві, якась в Миколаїві, і ти обираєш собі будь-які і кажеш, я хочу прийняти участь в такому-то аукціоні. І вони тобі все організують, і навіть проконсультують, і деякі продивляться документи, які ти подаєш, для того, аби виправити помилки, бо ти можеш там щось не так написати, або ще якісь такі речі. І це чудово. На жаль, не можна зараз взяти і дізнатися, от ти хочеш рендувати офіс на 20 квадратних метрів і сказати, а підберіть мені, зробіть мені підборку всіх офісів на 20 квадратних метрів в центрі Одеси. Такого, на жаль, немає. Але для того, аби це зробити, треба відінвентаризувати якісь сотні тисяч квадратних метрів, навіть не сотні, а мільйони квадратних метрів лише в Одеській області. Навіть інвентаризація, наприклад, такого об'єкта, як Одеський порт, займе, і від цифровізація цього процесу, займе декілька років. Навіть не місяців, років. Це вже неплохо. Ти мусиш не лише просто відміряти, тут 20 метрів, все, давайте. Ти мусиш зрозуміти, а які стіни, а який правий режим цієї будівлі, а які є обмеження, де тут вхід, ну і купа багато таких речей. Я впевнений, що до цього прийде. Зараз фонд Держмайна замовив автоматизовану систему обробки запитів на оренду. І це буде чудово, тому що це зніме 80% навантаження на співробітників, які не встигають це зробити, бо там хтось хворий, і ми когось не можемо добрати зі співробітників. Тут в мене теж, як користуюча, є питання до безпеки, що було, я бачив, що було 14 січня, я не розумію в питаннях технічної безпеки, чи там безпеки взагалі, я розумію, що щось сталося, але я цілком розумію, що відомості про мене особисто, навіть про те, де я переміщаюсь, я віддав такі кількості якихось додатків, всього, чого завгодно, з різноманітним походженням, що я впевнений, що там більшість людей плюс-мінус знає, де мій телефон знайти в інтернеті, і як зателефонувати, де я там знаходжуся в той чи інший день. Вибачте. А як, навіть, я вже не здерживаюсь, да? Не здерживаюсь. Вопрос по поводу, почему справка нужна этому органу, а не этому. Я вас сильно удивлю, но разные государственні органи, люди, які сидять, конечні пользователи на компьютере, имеють определенний доступ і ключі. І нельзя воспользоваться базою данным в той обйомі, ну, це даже підтвердить, що ти не можеш... У нас є кафедра управління административним правом, ми обратились в ДИЮ для того, щоб студенти, які учатся і будуть займати определенні должности, щоб максимально имали можливість потестувати на лабораторних занятиях все проектні решення, і вже вміли, не біляді, а зразу вже вміли, займати должність, використовуватися той чи іною системою. А нельзя. Т.е. обретая статус госслужащого, определенную должність, він підписує определенні документи і получає ключі доступа. Т.е. іногда потери данних – це вопрос пользователя, який може продавати данные чи може яким-либо обіразом використовувати. Ізвиніть, джурні регистратори у вас є? Оля, якщо можна, я хочу на цю тему поговорити віддельно. А, хорошо. Тому що це дуже інтересна штука. Нас все розказують про страшних хакерів, про компьютерів, про программи взломщики і експлойти. Ребята, 90% случаев потери данных – це чисто человеческий фактор. Регистратори. Кто угодно. І на це ми уходимо на рекламу. Продолжаємо говорити об інформаційній безпасності. І просимо вас відповідати на вопрос, считаєте ли ви, що ваші данні защищені? Да, 706-32-60, нет, 706-32-61. І вас вообще не волнується віпроси защіты ваших личних данних. 706-32-62. Да, так ми остановились на тому, що основна маса утечник відбувається на человеческом факторі. Кто-то записує пароль к чому-то, к базі данних на бумажці. Кто-то його хранить у себе на робочому столі. І так далі, і тому подобне. Кто-то за гроші делиться інформацією? Це найпростій віпросив. Тобто на самом деле, всі ці шпіонські фільми, пробратися в офіс ночі, залізти, выстрелити з подводного руж'я, закинуть кошку, забратися і так далі. Оно не нужно. 100, 200, 1000, 2000 доларів, і ти получаєш все. Знаєш, я тебе напомню історію, коли, по-моєму, я не помню, чи Резерфорд, чи Нильсбор, коли він ще був юн і тільки поступав в університет, йому на вступительних екзаменах дали стандартну задачку, як при помощі барометра змерити висоту башни. Все же дали услышати естественный вопрос по разі давління, він прийдував 10 спосібів і 11. 11. Подивити барометр сторожу цей башні, і він скажеш, яка у нього висота. Ну да. Здесь то же самое. Я б хотів зараз начать с нашого експерта по безпасності вообще, дуже серйозного спеціаліста, Алекса із Ізраїля. Можемо включить? Алекс, привет. Добрый вечір. Слышно? Да, тебя прекрасно слышно. Старик, я не мог не сказать, мені було чертовське интересно, що ти скажеш по поводу знаменитой ізраїльської программи «Пегас», которая продається только государством. Я объясню телезрителям. Вкратце, одна ізраїльська компания, точніше їх две, разработали программне обеспечення, которое полностью обнуляє все системи защиты вашого телефона. Для того, чтобы ваш телефон стал источником всего, достаточно сделать вам один звонок. Можно? я так понимаю, что ваши компьютерные спеці впереди планеты всей, но це программне обеспечення, оно же, наскільки я знаю, продається только на уровні государства. смотри, ти говориш зараз о компанії НСО, суперпопулярна сейчас компания. Вокруг нее очень много ходит слухов і дуже багато, скажімо так, неправильной информации. Программа «Пегасус», она действительно использується для обхода, не обнувлення, скажімо так, а для обхода некоторых систем защиты, использують уязвимости, которые, ну, найдены в данном случае там в WhatsApp, да, в самом Facebook и так далее. На самом деле, история начиналась с того, что и ФБР, и ЦРУ, и АНБ были критически заинтересованы в приобретении этой программы, и все было поставлено как бы уже вот на рельсе, но в последний момент израильтяне говорят, мы вам не отдадим ключи от наших серверов, через которые это все проходит, потому что это должно оставаться нашим. И вот в этот самый момент началась судебная тяжба, Facebook был использован как марионетка для того, чтобы подать в суд за якобы нападение на частную собственность, да, и использование данных вопреки всем законам, которые защищают, скажем так, персональную информацию, и вот до сих пор эта вся история тянется. Как и каким образом она закончится, неизвестно, но вы должны понимать, что такие программы, как Pegasus, есть еще с десяток этих подобных, скажем так, компаний, как МСО, они нигде не афишируются, вы никогда не купите их акции на бирже, вы никогда не узнаете о том, кто входит в состав учредителей, это редкие очень такие моменты, когда они становятся видными и явными, да, теперь второй аспект, супер важный, заключается в том, что это относится к категории оружия, в данном случае кибероружия, и если мы возьмем весь мир кибербезопасности, мы его можем разделить на две части, кибер-дефенс и кибер-офенс, так вот, кибер-офенс, кибер-нападающая составляющая, да, это... Извини секундочку, можно чуть громче, Алекс, сделать нам в студии плохо слышно, продолжай. Да, кибер-офенс или механизмы нападения, это классификация оружия, и куда бы вы не собирались продавать это оружие, вы никогда не сможете его продать в обход и регуляции той страны, в которой находится компания. В Израиле существует организация, которая называется СИБАТ или Департамент экспортного контроля, который пропускает через себя все подобные разработки и решает продать это кому-то там или не продать. Теперь, у Израиля всегда есть два списка дружественных стран и недружественных стран, и мы всегда очень четко должны соответствовать как бы требованиям этой организации для того, чтобы понять, мы можем кому-то что-то продать или нет. По сути, времена, когда кто-то мог отправить корабль, груженный оружием какой-то группировки или частной структуре, в принципе, закончились, несмотря на то, что это происходит де-факто, но по большому счету законы мировые сегодня эти все вещи регулируют. И таких программ, как Pegasus, много, она пресловутая, она у всех на устах, у всех на слуху, но есть еще очень много подобных программ, о которых даже никто не знает. Окей, Саша, самый главный вопрос, который я хотел тебе задать, с твоей точки зрения, все разговоры об информационной, криптобезопасности, кибербезопасности, где самое слабое звено? Я только неделю назад закончил отчет для одной организации по поводу проекта Эшелон. Может быть, вы знаете, может быть, не знаете. Я знаю. Ну, я вкратце расскажу, тем, кто не знает. Проект Эшелон был создан на руинах Второй мировой войны между Америкой и Англией, после чего были добавлены Новой Зеландия, англоязычные страны, да, Канада и Австралия. Это называется договор пяти глаз. Так вот, ребята начали строить вышки станции по перехвату абсолютно всех видов сигналов, которые существуют. Спутниковые сигналы, наземные сигналы, разрабатывались специальные механизмы снятия данных с кабелей, которые проходят через Атлантику. На сегодняшний момент, и это, чтобы вы понимали, это всегда касалось, это было прерогативой спецслужб. На сегодняшний момент технологии развиты до такого уровня, что вот эта вот машинка, она даст больше, быстрее, надежнее, чем любой другой съем данных или механизмы, которые когда-либо использовались. Теперь, я утверждаю, что мир находится в иллюзии безопасности, в иллюзии защищенности, и нажатием клавиши всегда кто-то сможет с легкостью это получить. Я вам больше скажу, даже СБУ сегодня имеет возможность получать доступ к номерам телефонов заграничных операторов, если они знают номер искомого, скажем так, адресата. Поэтому это очень сейчас легко делается, и мы в том веке находимся, когда Орвел даже не представлял себе, что такое возможно. Абсолютно все на аппаратном уровне узлы, ключевые наших мобильных девайсов или компьютеров, камеры, Wi-Fi, передатчики, GPS, Bluetooth, это все является уязвимостями и потенциальными, и практическими для того, чтобы получить доступ ко всему. Поэтому я крайне сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем этот вопрос решить. Кроме того, вы должны понимать, что двигатель прогресса это технологии, которые разрабатываются частными компаниями, 85% просто, чтобы вы понимали, 85% всей инфраструктуры разведки Америки находятся в частных руках. Был такой до недавнего времени Александр Майоркас, глава службы Homeland Security Department, которые занимались всей безопасностью и в частности кибербезопасностью. И он говорит, мы должны строить мост между частными государственными структурами. Так вот, никогда закон не успевает за разработкой. Сначала появляется разработка, сначала она начинает работать, а потом подтягивают законы и пытаются каким-то образом это регулировать. Мы можем сейчас отматывать назад с вами на 10 лет назад, на 20 лет назад до создания интернета, но всегда вот эти вот правозащитные организации, очень их много на самом деле в западном мире, они пытаются препятствовать вторжению в частную жизнь, они пытаются каким-то образом регулировать. В итоге, я вот сейчас все это сжимаю и говорю о том, что государства, спецслужбы, они всегда хотят иметь ключ от заднего двора, это называется бэкдор, и они всегда его имеют, какой бы мы с вами не разработали приложение, какую бы ни создали программу, они придут и скажут, дружище, дай нам ключи, мы хорошие ребята, со временем, мы, если надо, будем искать террористов через твою программу. И если ты хочешь, чтобы твое приложение было запущено на Apple Store или там на Google Play, то ты согласишься на это, если нет, то ты будешь аутсайдером. Второй аспект, они всегда используют технологию Black Box, черная коробка, мы зачастую не знаем, какие алгоритмы используются для сбора, обработки информации, и мы сами с вами соглашаемся, ну да, в аэропорту камера нужна, но нужна, это же для безопасности, а вот, допустим, в поликлиниках, в больницах, ну да, нужна, и мы с вами сами каждый раз, когда скачиваем любое приложение, мы такое количество разрешений даем для доступа к данным, у нас нет времени над этим задумываться, поэтому это такая, знаете, лента Мьобиуса, мы с одной стороны говорим о безопасности и заканчиваем необходимостью и нашей с вами собственной зависимостью использовать эти гаджеты, девайсы, поэтому, если человек отягощен паранойей того, что за ним следят, или он представляет сверх большую важность, то, конечно, лучше использовать почтовых голубей или там оставлять закладки в стене где-нибудь, а если человек понимает, что за ним никакого криминального бэкграунда или прошлого нет, ну пусть тогда использует, это неизбежно, хорошо это или плохо допустим факт. Алекс, последний вопрос к тебе, меня просто интересует твое личное мнение, как бы это правильно сформулировать. Это правильно, то, что происходит, что люди живут в таком мире, что они вынуждены даже против своей воли давать государству и силовым структурам полный доступ к своим данным. А поверь, ну ты это знаешь не хуже меня, что мы уже все сидящие здесь студии и сидящие там за экранами телевизоров мы уже все отдали спецслужбам и государству доступ к своим данным. Я приведу только маленький пример. Когда у нас разразилась корона и был первый самый жесткий локдаун с марта по июнь месяц 20-го года, были задействованы в Израиле протоколы контртеррористические секретные по поимке нахождения и обнаружения людей, которые пренебрегали правилами карантина и не хотели их соблюдать. Эти люди получили гигантские штрафы, были пойманными спецгруппами, которые выезжали по этим вот по адресам и ловили людей. И тогда разразился страшный скандал. А как же так? Государство Израиль против нашей воли за нами следит. Так вот, меньше чем 1% возмутились, да, и привели к этому как бы шуму и скандалу, а все остальные сказали, ребята, это же для нашего блага. Ну, конечно, мы знаем, что за нами следят и камеры и телефоны и все. Все это для нашего блага. В Израиле этого просто не возникает, потому что мы знаем, что за нами о нас заботятся. А страны, которые в свободном, мирном, классном времени живут, якобы там, западные страны, европейские, у них чуть что, они начинают психовать, что вот он в нашу жизнь влазит. Поэтому, конечно же, это было бы правильнее получить согласие и со всеми договориться, но поверьте мне, на это уйдет не то, что там 10-20 лет, 200 лет уйдет для того, чтобы все были довольны и все со всеми договорились. Я крайне пессимистичен в своих прогнозах относительно ближайшего будущего и с того, что происходит в глобальном плане в мире. Поэтому думаю, что Третья мировая не за горами, а там все технологии обнуляться и опять будем использовать глиняные таблички. Большое спасибо, что нашло время с нами пообщаться. Берин, ты все время сидишь, молчишь, и по-моему, ты скоро расстроишься, вообще встанешь и уйдешь отсюда. мне просто интересно послушать, кто что говорит. Слушай, у меня все вопрос как к юристу, а где проходит та грань моих прав и возможности государства обеспечить мою безопасность? А ее нет. Надо воспринимать то, что с тобой собирает информацию просто как данность. Где-то тебя защищают, где-то набор тебя держат под колпаком. И ты, если хочешь жить в социуме, ты должен понимать, что ты должен и информационно зависеть, и финансово, и как-то по-другому. Вот был процесс недавно, с одним судем, не будем называть фамилию, что человеку просто прослушивали, говорят, что мы же хотим, чтобы ты не был коррупционером, мы тебя защищаем. Мне как адвокату просто тоже давали свои телефоны на проверку, и я увидела, что все, что Facebook, не знаю, там Telegram, сигнал, это все дает возможность не просто за мной следить, а где-то даже направлять меня. И если я не буду параноид, ну, мне будет безопаснее. То есть, принять как данность, что даже сколько не дей, дей, это просто сборник той информации, которую я добровольно даю. А все остальные программы, это просто, там, так же бывает подсаживаются программы, вот мы про Пегасус говорили, это самое безобидное, что есть. Это просто добровольно, могут ввести программу, которую ты скачиваешь, ну, там, тебя подбирают по поисковику какую-то программу, которая тебе нравится. Тебе присылают картинку или там музыку, и ты добровольно соглашаешься, даешь возможность, чтобы не просто отслеживали, а направляли твои, не знаю, деятельности, что ли. И я не возражаю, чтобы мы информацию собираем, я просто возражаю, чтобы ее потом продавали, либо использую во вред мне и моей семье. А кто может осуществить контроль использования этой информации? НАБУ, Рады Насобеспеки, ДБР, СБУ. Кто угодно? Нет, я имею в виду, кто... Соседняя пиццерия. Да, если они смогут купить, себе позволить такое ПО. С твоей точки зрения, кто должен обеспечивать безопасность? Твою? На основании тех данных, которые... Я сама. Я должна понимать, дозирована, стараться давать свою информацию, даже понимать, с кем я общаюсь. То есть, ну, социальная гигиена, не знаю, гигиена, если можно так сказать, должна существовать. Вот и социальная гигиена, хотя бы еще отдельно. Погодите, мы как раз успеваем до перерыва на рекламу. Смотри, меня очень забавляет одна штука. Оль, ты тоже очень внимательно слушаешь. Значит, даже наши с тобой общие знакомые, они ведут очень активную социально-рекламную жизнь. Да, вот у меня есть друзья, которые ушли полностью в диджитал-маркетинг, и они видят, как путь продвижения себя, говорят, я вынужден быть открыт. То есть, утром проснулся, сфоткал, пошел, пописал, почистил зубы, сфоткал, позавтракал, показал, что я завтракаю, потом обязательно селфи в лифте, потом, куда я еду, что я вижу. То есть, люди полностью, да, интерес к ним повышается, интересно следить за другим. Этим они поднимают свой рейтинг. Но, ребята, если потом у вас какие-то вопросы, вы же добровольно, абсолютно, выложили свою жизнь. То есть, грубо говоря, вы ходите голые по улице, а потом у вас возникают какие-то претензии, что про вас все все знают? Ну, достаточно знать, что ты проснулся, встал и вышел из дома. И, значит, дома никого нету, и можно залезть. Совершенно верно. А когда ты едешь отдыхать на Мальдивы или на Бугас, да, я выхожу ехать на Бугас, ребята, квартира пустая, заходите. А потом ты удивляешься, какой же негодяй обществе в мою квартиру? Да, любовь. Ну, есть же гораздо более, как казалось бы, безобидная история. Мы же все пользуемся, ну, там, те, кто занимаются каким-то там джоггингом, да, бегом, трусцой и так далее. Мы же все используем те или иные сервисы, Ранкипер, Страва и так далее. Так вот, только у Стравы есть функция размыть начало и конец маршрута. Да, да. Они рисуют такое, вот где-то в километре отсюда он, так сказать, стартовал. Все остальные Ранкипер начинают, вот как ты вышел, так ты и побежал, так сказать. Если ты это опубликовал, и все знают, в каком месте ты начал и куда побежал. Сколько серверов есть, где твои друзья? А плюс ты участвуешь участие в каком-то челлендже. Я выбрал себе в соревновании тебя, Сашу, Дарину и Олю, и говорю, ребята, я пошел тренироваться, кто меня обгонит сегодня? Если видит, этот придурок побежал. Не знаю, надо спросить факт, GPS? Ты думаешь, какой-то кардинал, который никто не знает? Ты, допустим, в Одессе, ты там написал, что там на Маврикии и бежи по Маврики. Ну вот смотрите, мы трогаем то, что касается физиологической какой-то безопасности, но если мы говорим о финансовой безопасности, то все намного сложнее. Почему говорят о кибербезопасности с точки зрения финансовых данных? То есть кто ради выгоды этим воспользуется? Кто угодно. Пароли большинство людей задают одно и то же для всех. Для банка, для входа в Facebook. Я же не могу так помнить такое количество паролей. Я знаю, там один пароль какой-то и вот его использую. В лучшем случае я запишу все эти пароли у себя в телефоне. Еще, да, да. Которые дырявые, как решето на самом деле. Дальше. Электронный кошелек. Там вообще девять названий, которые потерял и все. И у тебя больше не будет этого электронного кошелька. И там в определенном порядке надо эти слова. Значит, что? На бумажке записал в кошелек, вложил. Ну, я просто видела такие варианты. Переслал другу через Телеграм, чтобы он хранил, ну, или любимому. Кто-то должен иметь доступ к этому кошельку, потому что они еще не инициализированы. то есть потерял кошелек, потерял всю свою крипту, которая там сидит. Ну, то есть вопрос персональных данных в объеме такого, как паспортные данные. Взять кредит. Вопрос, кто получает в этот момент деньги. Все всегда легко отматывается. Сколько ксероксов в паспорте оставлено в обыкновенных обменников. Почему никого не пугало, что когда у нас было меняешь валюту, ты оставляешь ксерокс паспорта? Был же и такой период. Что, взяли, что не пугало? У меня любая информация получит от Келтас, а ты меня всегда пугала. Это сейчас не является таким насущным, как вопрос кошелька в сумочке, в которой ты едешь в маршрутке. В данном случае ты не в маршрутке, ты находишься в общем информационном поле, ты пользуешься всеми электронными возможностями перевода денег, банковскими услугами и всем остальным. Вот здесь ты и должен думать о безопасности своих средств. Мне кажется, везде. Мне бы хотелось все-таки сказать, что очень большую роль имеет отношение к безопасности как раз тех, кто разрабатывает все эти системы. Почему, собственно, так? Возмущен Диэй в том числе, потому что там и у разработчиков достаточно легкий подход к безопасности. И вообще, в целом, если мы говорим о финансовом, назовите, пожалуйста, банк в этой стране, у которого кодовое слово не девичья фамилия вашей матери. Я такого не знаю. У всех что-нибудь, ну, совершенно у всех. Почему? Сейчас же в анкете пишется задайте свой секретный вопрос. Даже когда ты электронную подпись регистрируешь, ты сам придумываешь свой секретный вопрос. Ну, единственное, что люди живут привычными нейронными системами. Даже, видя открытую графу задайте свой секретный вопрос, они все берут уже привычно девичью фамилию матери. Ну, есть еще... Или пыльчку собачьей. Кстати, прекрасный пример про пароль к кошельку, потому что, в общем, громкое дело несколько летней давности, там, кажется, 2017 года, когда... Когда увели... когда в эдакцию крупнейшего русскоязычного издания Фарклок, у которого две трети офиса на тот момент находилась в Одессе, да вот, пришли с обыском, что это вот у вас тут такое, финансирование терроризма и так далее, вот, так ведь основной пароль был написан на бумажке и приклеен к монитору, к основному кошельку, и это люди, которые, извиняюсь, адепты, как бы, криптобезопасности и всего прочего. Но, тем не менее, так сказать, как мы тут в прерыве шутили, каждый из нас в чем-то идиот, ну вот, как бы, везде есть предел компетентности. С твоей точки зрения, что... Нет, это неправильная формулировка. Смотри, мы сейчас говорим все время о личной, о личной безопасности, личной финансах и прочее, а меня интересуют более глобальные вопросы. Согласись, сейчас все войны, они происходят в виртуальном пространстве. Ну, не только войны, но, в общем, да, большинство из них начинается, уж совершенно, мы живем в информационном мире, главное сказать, а не сделать, поэтому с этого все и начинается. То есть, у нас абсолютно реальная война с северным соседом, то есть, я не знаю, стоят там эти 100-120 тысяч войск, не стоят, одни говорят, что стоят, другие, я их не видел. Кому я должен верить? Уже есть война, атака психологическая, чтобы человек верил, В 60-х была прекрасная радиопьеса о двух людях на орбитальной станции, когда там закончился что-то, когда проблемы, и уходит кислород, и единственная связь, это то, что вот магнитофон пишет все во имя, только аудио, естественно, потому что это 60-е, так сказать, телевидения не было такого промышленного. И в итоге один начинает говорить, он поднял что-то тяжелое, и сейчас меня кинет. Он говорит, нет, это ты что-то поднял. И начинается информационная война между ними. Кто что поднял, неизвестно, но экспедиция в итоге обнаружила два трупа. Хороший пример, и мы уходим на рекламную паузу. Напомню вопрос, который мы задаем. Считаете ли вы, что защищены ваши личные данные? Да, 706-32-60, нет, 706-32-61, и вас вообще не волнует этот вопрос. 706-32-62. Дарин, скажи мне, пожалуйста, с юридической точки зрения, насколько защищены наши сограждане от каких-либо действий, связанных с утечкой и нехорошим использованием их личных данных? Думаю, до юра процентов на 70. А де-факто на все 100 не защищены. Мы сами даем. Объясни. Ну, заполняя какую-то анкету по кредитной карточке либо бонусной карточке, мы же даем себе информацию. Потом, имея эти базы данных, любой человек может купить эти базы данных и потом рассылать. То, что бывает перед выборами, то, что бывает при каких-либо... Нет, я имею в виду другое. Насколько наши законы обеспечивают мою безопасность и если я даже полный растяпа на каждом углу пишу номер своего паспорта и рассылаю данные массовой рассылкой. Все юристы, не гилисты, я думаю, процентов на 30. Защищены? Да. Все-таки какой-то процент веры у меня есть в государство. То есть, если происходит некая критическая ситуация для меня, связанная с криминалом либо с финансовыми потерями, у меня есть какие-то шансы в судебном порядке? Уголовное есть, уголовное преследование лица, в меньшей степени административное. Но все-таки я считаю, что даже законодатель тебя не защитит, так как ты сам себя защитишь. Ольга, жизнь. Как меня государство не защитило? Я вложился, дом не достроили. Почему надо, что тебя защищать? Я резонный вопрос. Как же ж, я деньги вкладывала, а он даже... Ты свои личные деньги вкладываешь в какую-то коммерческую компанию. Причем здесь государство? Ты берешь на себя ответственность за то, что ты вкладываешь. Это взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов. Нет, гражданское правое отношение. Гражданское правое. Люди, с которыми приходится работать в уголовном процессе, которые пострадали от незавершенных проектов. Почему я сейчас говорю о незавершенном проекте? Потому что такое развитие крипты, которое происходит, и возможность уже под каждый проект выпускать свои жилтоны, ну, скажем так, токены, можно сравнить, что это... Вот сейчас никто вообще не понимает, о чем ты говоришь. То есть напрочь. Я немножко вступление сделаю, потому что это отдельная тема, о которой я хочу поговорить. Есть такая штука, как NFT, это цифровые технологии. Я могу, ну, предположим, этот стул объявить предметом, имеющим некую ценность. Тем более, на нем сидела Дарина. Вот это стоимость еще больше поднимается. И я могу через цифровые технологии его продать. Я правильно понимаю? Да. Теперь расскажи, что происходит. Что называется NFT-технология? То есть продать можно все. Можно продать подметку ботинка, которому 48 лет. Мы же говорим не только о визуализации. Это может быть и музыка, это может быть набор. Это может быть как реальный, так и виртуальный объект. То, что ты создал, это твое авторское право, и ты ее зафиксировал в виде какой-то стоимости. Причем эту стоимость NFT, ты можешь токен обозначать его стоимость самостоятельно. В отличие от других токенов, которые в принципе листятся на бирже, имеют свои трафики. Ну, хорошо, класс, сняли Майдарину на стуле, все, получили свое NFT, только никто не купит ее вот в таком виде. Ну, не нашлось покупателя. Но это тоже как... Да, а допустим, самая известная продажа NFT, это когда художник за всю свою жизнь собрал все картины в одну большую цифровую картину и все это целиком продал, то есть зафиксировал NFT и продал там за какие-то ярды просто. Бывает, что ты только час продаешь зайчика с какими-то там ушками. Ну, это то, что мне на глазах, вот скажем так, год назад, когда мы начали заниматься этими всеми разработками, для того, чтобы показать, как это работает в инструментарии, мне просто во время совещания показали старт продажи и сказали, что в течение часа продается. У меня, конечно, когда изображение, которое там было первоначально заявлено за 200 долларов и сказали, что в течение часа продают его за тысячу, у меня были сомнения. Через полчаса оно было куплено. Это просто уметь правильно преподать ту или иную информацию. Саша, у меня сейчас вот в связи с этим вопрос, как к юристу, который занимается госмайном. Вот этот вопрос не связан с госмайном. Тебе не кажется, что мы участвуем... Энерфи на винзаводы, а? Да. Тебе не кажется, что мы... Глазный продать винзавод, тогда можно. Да. Тебе не кажется, что мы участвуем в каком-то сумасшедшем аттракционе? То есть вот все, что рассказала сейчас Оля, я понимаю, как работают энерфиотехнологи, но оно никак не связано с классической формулой Маркса и Энгельса «Товар, деньги, товар». Мы в нашем современном мире торгуем воздухом. Мы торгуем несуществующими вещами. Или у нас полностью поменялся мир, и мы должны забыть классическую экономику. Нет, это классическая экономика. Потому что это общественно необходимый труд, воплощенный в товаре. Это деньги. Если я авторским правом задаю, что это мой труд, я сфотографировал, и это мое авторское право, мало того, оно прописано в блокчейне, его нельзя подделать, оно разнесено по всем компьютерам в мире, тысячи компьютеров имеют эту информацию. У меня прошивается под это смарт-контракт, это полностью любое использование в любом другом месте дает возможность мне воспользоваться авторским правом. Да где же это наоборот прозрачные все действия? Тут есть только одно нож, оно не имеет ни малейшего практического смысла. Вообще, ну точно. Давайте возьмем просто любую информацию о человеке. Вот я захочу посмотреть информацию о вас и придумать сцену ему. Вот там, например, дата вашего рождения с вашим котиком фотографии. Вот я просто хочу эту информацию продать. Не то, что злопакостно, мне просто сказать, добудешь какую-то информацию про Ольгу, мы тебе за нее заплатим. Как только ты используешь эту информацию, я подам на использование моих персональных данных, проведу расследование, каким образом они были получены, и будут наказаны все тем по цепочке, кто этим... Допустим, у меня плавающий IP. То есть у меня они стационарные. Меня оследить нереально. Но должна быть выгода этого воспользования. Помните, в 2000 году было пара взрывов в Одесском аэропорту, там кафе пытались. Но при том, что человек писал всякие угрозы с Яхоу, поймали через пару месяцев в Кировограде в интернет-кафе. И это, извиняюсь, 2000 год. То есть как бы совсем древние вещи. Я просто пытаюсь показать, что не только то, что говорит Ольга, но и любую информацию о человеке можно использовать. Знаете, есть такая поговорка, зная человека информацию, можно или защитить, или его убить. Вот так я это говорю, что... Господа, значит, мы начинали с информационной безопасности, а сейчас мы говорим о вещах, которые, я думаю, что понятно, но в лучшем случае 15% наших телезрителей. Я это сделал абсолютно сознательно и специально. Я вам показываю, в каком мире мы сейчас живем. Мы живем в мире, принципиально отличающийся от привычного вашего. Это не тот мир, в котором вы получили зарплату на работе, разбитый на две части аванс и получку, деньги положили в карман, пошли в магазин, купили колбасы докторской, хлеба, сливочного масла и картошки. Нет, мир совсем другой. Сейчас все работает абсолютно иначе. Я прав или нет? Абсолютно верно. А если вы еще хотели в деревню маме пересылать 3 рубля, то раньше вы пересылали по почте наложным платежом, помните? Или маршруткой. А сейчас ты транзакции очень просто можешь сделать. Сверху. Ты наличными пользуешься? Очень немного. Вот есть ровно на данный момент одна точка, не считая парковку, кстати, в соседнем квартале, но есть ровно одна точка, где просто все равно я могу заплатить карточкой, но как-то там нет терминала, поэтому неудобно. Саша, пользуешься? Саша, пользуюсь? Останним часом майже нет, но шкодую, потому что я вчера был в Измаиле в Келье и там в кавьярне. Заплатить нормально я могу лишь на заправке, где там в Бесрабе их не так много нормальных заправок. А в ресторанах ты майже не можешь заплатить. И бабусе там вино продавали, я не смог купить, потому что не было вообще денег. Но я думаю, что повертаючись до твоего питания, что весь свят NFT, блокчейн, это 0,2% або может меньше людей, которые в это завантажены каким-то чином. Большинство людей, и мне кажется, что эта проблема значительно больше, они реагируют на поведомления, которые насилают самим або такими группами людей. И добро, если это пиццерия, которая таргетирует на вас свою рекламу. Погано, если политики зловживают вашу доверие до социальных мереж и пихают вам свои идеи. Або еще гирше, если страны окружающие або страны агрессоры Росии манепулеют агрессоры разгоняющие то там не знаю тривогу то еще что-то. И это не лише питание того, как ты эти данные используешь что-то не подвантажив або подвантажив або ксерокопию паспорта. Как ты на это все реагируешь? Как какой твой психологический состояние тоди, когда тебе телефонуют и что-то наваливают по телефону, и ты после этого кому-то отправляешь деньги, а это не редкая история. Это больше чем в нефти. Это такая безопасность. И так же манепулируют. И для меня в большинстве проблема саме в этом. Я бачу больше людей не с свитою нефти и блокчейна. А больше людей, которые не понимают, что продают паспорти. Не недавно мне знаменитый рассказал, что на ней взяли купу кредитов в этих микрозаймах, а там майже документы не нужны в этих микрозаймах, потому что она посварилась с партнером. И это не вопрос о супер кибер безопасности. Но эта проблема носит не только характер для кого-то. Она может быть очень массивой. Сейчас всех нагоняют тревогу. И я постоянно спілкуюсь со своими родителями, с батьками. Вчера спілкувался полгода. Что мне делать? Я спрашиваю батьки. Я скажу, а вы можете что-то сделать? Не хвилюйтесь. Можете вырежать? Не worry, be happy. Мовно кажучи, зберите чемоданчик, если вы думаете, что вы сможете сбежать, если будет война. Но сбежать не выйдет. Майже для большинства людей. Загрози для держави это значительно гирше вещи. До приклада, мы не говорим, но маніпуляции с реестра это значная история. Уявите, что завтра, умовно скажу, кто-то вычислить всех прихильников партии М и выкрасить их из списка выборцев. А в целом можно вируху если в США точково по имени вертаются те, как выиграл Трамп и Кембридж аналитика, то в целом напевно и уявите, что бац, и партія не пройшла, потому что кто-то маніпулювал таким реестром. И таких историй может быть много. Я чорные реестраторы или не чорные, сирые, которые на основе каких-то подпрацов вносят какие-то данные. И вы завтра оп, и ваша квартира не ваша. Вы будете на это обратить увагу, телеглядачі. Но если в масштабе 42 тысяч объектов в Одессе в Одессе 1 300 000 и там один объект целый Амен, то держава может кинутись через несколько и будет долго расследовать и шукать там всех винных. И эта история может быть массовой и в этом проблема. И на мой погляд цифровизация и диджитализация в каком разумном виде, в том числе верификации данных, может от этого защищать больше, чем давать почву для манипуляций. Хотя я понимаю, что довера до наших государственных сервисов, в том числе электронных, така, что мы думаем, скорее всего, ее будут использовать для плохих вещей, но и для хороших вещей также могут новость буквально вчерашняя. Американская налоговая служба, вот это Internal Revenue Service, в срок до 18 апреля, до конца декларативного периода, отказывается, так сказать, она должна закончить работы по отказу от сервиса распознавания лиц. Они сейчас используют как средство аутентификации налогоплательщика. Вот, поскольку достаточно, во-первых, загонять всех налогоплательщиков в этот сервис, выглядит какой-то лишним нарушением privacy, и никто не понимает, к чему же это в итоге может привести. Поэтому на всякий случай они откажутся и будут сейчас решать проблему, как и так отказаться, но чтобы это не повлияло на декларацию доходов компании, которая должна заканчиваться до середины апреля. Ну, вот, такой подход у них там, который и они достаточно, западные, американские, европейские, с европейским GDPR, например. Еще одна сегодняшняя новость. Французский регулятор признал использование Google аналитики, счетчика на сайте, незаконным, поскольку при этом данные, включая анонимные IP, то есть вообще как бы анонимизированные, отправляются за пределы страны. И это неправильно. Вот это безопасность, что вы хотите государство. Так сделали Нидерланды, считают, вы находитесь здесь. У нас дошли до этого французы. И в общем, тогда, так сказать, достаточно сильно разваливается маркетинг, весь наш любимый онлайновый. Но тем не менее, да, они сейчас пытаются наложить старые понятия, довольно старые понятия о privacy, теперь и на цифровой мир, и отрегулировать все вот так, чтобы было хорошо, да, всем. Именно вопрос реестров и невозможности переписать данные, как то, что не используя. Для примера могу сказать, что если раньше в миграционной службе была такая история, что где-то привозили архивную справку, что кто-то был здесь женат, родственники какие-то были, и этого было достаточно, то сейчас каждый документ, оригинал, сканируется, и поэтому тот человек, который внес в реестр эти документы, точно будет видно то же самое по недвижимости и особенность, вот то, что касается недвижимости активов, сейчас закон об виртуальных активах выходит, серверы не имеют права быть расположены за пределами Украины. Это по поводу формирования изначально в законодательстве. До цього дуже цікаво, я в Державной службе не так долго, лише рік, и я с удивлением для себя объяснил, что уже 4 года канцелярия сканует всю входную корреспонденцию, всю. Я могу поднять историю переписки организации или особой за 4 года и мне скани раздрукуют и принесут в суде. Тут есть одно но, я получал справку о составе семьи, например, в нашем замечательном новом, нашим цифровым Мэри, и выяснила, что у них действительно есть сканы всех тех карточек, которые были в ЖЭКе, но это картинки. Поэтому я сам написал от руки состав семьи, девушка сверила, что да, действительно, тут что-то такое же написано, и потом напечатала мне эту справку. Это заняло месяц, кстати. ЦНАП уже не будет таким образом работать, потому что вопрос нашего ЦНАПа, к сожалению, Одесса не на первом месте по поведению ЦНАПа. Но это мягко сказано. А Харьков достаточно впереди. Например, очень обидно, потому что в Минцифре очень много одесситов работает, и действительно хотелось бы, чтобы у нас был... Может быть, их надо вернуть в ЦНАП, проработать в таком случае. Адметом было очень простое. У нас Горсовет может обеспечить айтишниками малым отделом. То есть они физически не успевают за скоростью изменений в государстве. Я хотел поговорить о очень большом куске нашего бытия, но я вижу, что по таймеру мы не успеваем. Я буквально пару слов скажу. Учитывая то, в каком мире мы живем, мы живем в информационном мире, я уже говорил, это не помню, в каком блоке, как научить людей распознавать ложность информации? Это только критическое сознание. Вот как научить критическое сознание? Потому что у нас все люди, мы все в одной водке, мы плывем на одном корабле, и вдруг кто-то поднимает табличку «Все на левый борт», то есть условно «Голосуйте за Васю Пупкина», все кидаются на левый борт, кто-то поднимает табличку «Голосуйте за Петю Мулькина», и вот эта водка у нас никто не обладает критическим состоянием, я имею в виду в массе, у нас все кидаются за лозунгами, а это, с моей точки зрения, один из ключевых вопросов информационной безопасности. Я бы сказал, что это... Манипулирование создаем граждан. То есть потеряло всякий смысл пословица из нашего детства. Лучше грешным быть, чем грешным свыть. Да. Сейчас ты можешь свыть кем угодно, но быть абсолютно другим. Я бы сказал, что вообще-то это проблема такого биологического рода, как гомосатрия. Это гомосатрия. Да. И поэтому последние технологии просто дают возможность, чтобы дуя видна была действительно у каждого. Каждый может написать про себя в Фейсбуке, каждый может разместить фоточку в Инстаграме. Раньше этим обладало достаточно малое количество людей. Теперь порог входа минимален, проникновение максимально. Теперь у нас нет больших медиа, у нас есть каждый сам себе медиа, например. И в общем это единственное, ну да, сейчас была статистика, что сейчас за год производится столько же информации, сколько на Земле было накоплено до того, вот с начала истории. Ну, это, пожалуй, единственное отличие. А так, в общем, человек не поменялся. Он не будет относиться к этическе. Нет, только Афрес. Люди ходили в крестовые походы, конечно, в другие войны. Но в жизни мы встречаем элементарные и простые манипуляции. Когда человек с человеком говорит и использует манипуляционные техники, когда в переговорах используются манипуляционные техники, если ты критически не мыслишь, ты хаваешь. Так, у нас 150 секунд осталось. Можно так короче сказать, если тебя не знают, тебя придумывают. Да, если тебя не знают, тебя придумывают. Хорошие голосования, телефоны, люди более старшего возраста считают, 2%, что личные данные защищены, 87%, что нет и 11% не интересует. Более молодое поколение, 6% да, ну какие оптимисты, ребята. 4%. Да. 91%, что нет и 3% это не волнует. Господа, я бы мог ответить словами президента одной северной страны, которую он недавно произнес, нравится, не нравится. Спи моя красавица. Спи моя красавица. То есть, хотите вы, не хотите, вы живете в новом информационном мире. Коль уж вы в него попали и вы волнуетесь за свою безопасность, а то, что мы увидели голосование, говорит о том, что вы волнуетесь за свою безопасность, а утищи Хос-Вейдан, научитесь жить по правилам этого мира. У него есть свои правила, абсолютно отличные от тех, к которым вы привыкли. первое, это критическое мышление, никогда не верите на слово. Или на слово, я имею в виду написанному. Всегда перепроверяйте и воспитайте у себя понимание, как вести себя в этом мире, так, чтобы, мягко говоря, не опростоволосится. Спасибо, что были с нами. Спасибо.